времени суток зрителям гостям нашего канала с вами россии мы продолжаем проходить империал glory за россию шку поэтому дальше мы будем всех покорять давно не было у нас видео по данной игре как в принципе вообще давно не было видео на канале ребятки вот решил исправиться сейчас будем дальше покорять убивать честно не помню на чему прошлый раз остановились не было впаду пересмотрел свои видео но судя по всему я наверное жду пока закончится право прохода с британии для того чтобы наши войска так аннигулировали случайно территорию если не ошибаюсь это нас швеция дальше норвегия очень вкусные кусочки и мы обязательно их отхватим значит мы богачи по дереву проблему у нас едой но я думаю мы их решим купим у кого-нибудь еду так как я стала более подкованы в этом вопросе открываем экономические экономические пути и далее смотрим что у нас где тут у нас есть торговля где торговли нету торговый путь вот здесь мы не торгуем ай-яй-яй-яй-яй ай-яй-яй-яй с кем не торгую здание налоговой полиции нам это наши территории нам не надо здесь портах не торгуем не торгуем совсем было учреждение надо поставить обязательно обязательно здесь почему-то мы тоже ни с кем не торгуем а вот тут что мне можно сделать чтобы построить очень печалька очень печалька ребяточки очень печалька здание здание налоговой полиции не нужно позволяет видеть что происходит ближайших территориях торговый порт в любом случае торговый порт хочу хочу торговый порт бригантина позволяет создать морские торговые пути с коэффициентом прибыльности обязательно хочу нанять для того чтобы построить это вам нужно больше ресурсов ваше величество и чего же мне не хватает как всегда население завершаем вот завершаем ход в этой серии я хочу вам дать экшена обязательно постараемся это сделать не знаю почему мои войска стоят на территории австрии наверно у меня был какой-то план знаете очень тяжело продолжать играть когда-то долго не играл если честно я просто обленился смотреть свое видео потому что я ненавижу себя ненавижу свой голос поэтому я просто решил не пересматривать так мы можем построить кораблик кораблик чего блин 200 и лишек не хватает хорошо ждем просто вижу мы тут были какие-то бои по ходу жесткие может отступить обратно даже даже не знаю хотя так вы знаете мои войска так находится наверно все-таки был план мы наверное сейчас когда пройдет право на проход мы будем сразу с ними валиться со всеми со всеми сразу не помню когда про то проходит но я думаю это будет скоро все теперь уже могу кораблик построить так демократия подходит концу теперь мы можем выбрать одну из следующих политических систем республика и конституционная монархия конечно же республика после политического переворота в вашем государстве произошла смена правительства теперь у нас республиканский строй в столице возродили строгую статуи республики симпатии к нам стран с такой же короче стало больше или же меньше исследования что мы теперь можем здесь сделать ребятки аграрная призывной участок строительный завод университеты министерство финансов элитная военная академия как хорошо смотрите это сталина банка этот элитные конюшни элитные цех элитные казармы торговое представительство торговая верфь мы сможем строить военную верфь но к сожалению я конечно не выбрал конституционную монархию у нас теперь нету доступа к давайте элитные воевать собираемся после прогрошения республики ваш наследник решил переехать в другую страну с этого дня он не будет принимать участие в политических делах вашей империи ну пусть валит пусть валит нам такие перебежчики подонки не нужны не смогу я теперь построить точнее изучить такую штуку как полевые госпитали с помощью которых мы могли бы лечить наших солдат ну в принципе я не расстраиваюсь так что у нас тут осталось всемирная выставка это мы выиграли огромная революция британия выиграла метрическая система морская торговля в спортом венецианской гавани морская нет железная дорога пруссия выдачи самаре россии ушка атомы революция медицине тоже мы континентальный абакат на свиньи 4000 человек вы будут заблокируете на год все торговые маршруты империи с которой состоите в с наих лучших отношениях но какой-то такое знаете туманная туманная перспектива конечно ну ладно попробуем кто тут у нас сидит кто ты чтоб александр александр спрятался наверное святой петр ярослав москва по ком звонят твои колокола здесь у нас такие серьезные ребята собрались я вспомнил мы наверное все таки будем давать пиздюли швеции ну точнее британии на территории швеции здесь у нас тоже ребятки серьезные поляки даже есть это уже хорошо если есть поляки здесь у нас битая перебитая но в принципе нет неплохо неплохо мы так подготовились завершаем пока ход немножко подкопим население возможно сейчас прикупим немножечко еды для того чтобы нам в будущем не было с ней больших проблем я жду пока построиться шлюп для того чтобы посмотреть что там же как наша прибыль возрастет хотя по деньгам и пока не особо страдаем как обычно страдаем по населению россии страдает по населению самая большая страна представлена здесь в игре и почему-то страдаем по населению кстати я же вспомнил у нас есть какие-то терки с своего с кем как бы так у нас тут тоже битая перебитая египет коренарика давайте наверное вот так вот сделаем вот так вот на всякий случай скажем так если вдруг еще получится это нам отцапать перейдем обратно в торговый 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 значит здесь мы почему торговать не можем потому что наверное нет у нас кораблика нет у нас кораблика здесь и но ничего подождем подождем как у нас будет кораблик тут мы понятно между своими же не торгуем хотя может еще кораблик построить давайте еще здесь кораблик тоже построить посмотрим просто насколько я понял вот ребята писали в комментариях я где-то читал что надо просто назначать корабли на торговые маршруты и не будет приносить прибыль то есть это все делается на экономической карте то есть на глобальной карте этого не сделаешь кстати кто-то у нас тут папская республика так себя вальяжно чувствует здесь вот по сапогу там уходит торговая бранденбург хорошо построили есть торговый порт греции построен отлично учреждение в египет завершено шикарно новое украшение нашего флота корабль европа как скажите мне как этот шлюп европа давайте его выведем включим вот так а ведь я тут не могу все равно ничего делать золото в контрабанды внешних налогов торговый путь почему так и не построился к сожалению не знаю почему не знаю как это сделать ребята если вы знаете вот как мне дальше вернуться вот у меня есть шлюп европа шлюп москва подождите от разве шлюп самый маленький из военных рублей этой эры ну так подтверждите это не то что я хотел ребят на хера вы на хера вы на е будете скажем так извините за мой французский также мы не договаривались я же по идее заказывал александр хорошо тут что тоже строится непонятно что нет тут ничего не строится это не обманывают быстро маневренный не помню в общем что я заказывал давайте подождем не нравится мне этот битый отряд который стоит у нас в глубине нашей бескрайней родины так стягивает войска и пруссия точнее австрия стягивает войска потому что понимаешь что сейчас нужно будет замес британия британия плохо себя ведет британия но там у меня два отряда которая готова если что остановить вторжение британии на нашу исконно русскую территорию то есть нашу столицу у нас досталось два хода до стечения срока действия договора приходе границы мы должны вывести войска территории стран австрия если там такого имеется ну извините я просто слепой в глаза долблюсь не вижу не вижу ребята вроде там моих войск нигде нету так саксония на что тут у нас такого есть у саксонии но давайте так коли вы не шутите сволочи такие так здесь надо быстренько быстренько нанять отряды офицеры полковник товарищ настоящий полковник артиллерию вам в помощь кавалерию обязательно гусар и думаю можно вот так обязательно нужно будет укрепить наше положение войска здесь вот у нас битый полковник баратынский полковник баратынский что с тобой делать давай тебя наверное в молдавии укомплектуем немножечко дадим тебе артиллерию и наверное гренадёров шуру и пока сюда шуру и пока сюда гарнизон есть но я думаю мы с ним разберемся ребята два хода два хода осталось я блин провтыкал купить еды только сейчас увидел сам говорит что обязательно нужно сделать что потом не был с этим проблем но 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 соглашение посещение границ как если этого как агрессия хорошо пускай будут как грессе но что делать ребята мы мы готовы пока мы не начали со всеми воевать новый торговый корабль класса бригантина доступны в геоне восточная пруссия помните что торговые корабли можно увидеть только когда выбирайте режим торговли вот она наступила вот он вот он мой торгу ты же торговый да и чё куда мне тебя ставить нельзя так ставить чё происходит так не задействован другого пути закрытый путь торговые пути ну тут все нормально у нас почему-то мне кажется так там все хорошо ну и добренько ну и славненько добренько славненько готовимся готовимся ребята сейчас к противостоянию страшному которые будут происходить у нас еды купить еды чуть не забыл ребята чуть не забыл купить еды так торговое соглашение австрия но мы конечно с тобой давать из британии сначала попробуем значит британия только сегодня предлагаю тебе 20000 дерева нет стоп 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 предложить попросить а зачем я твое золото хорошо хорошо давай давай на на 10 тысяч золото еще 40 там да за дерево да ну давай ладно хорошо 20 на 20 один к одному вот так вот давай вот так вот россия хочет видеть торговлю государственной битании предлагает 20 сырья понравилось наше предложение хорошо я хочу у вас я хочу у вас еды хотя бы десяточку а могу дать только золото да ну хорошо я вам дам 7000 золота отражение просто смехотворно ладно хорошо давайте один к одному хорошо 5000 доедайте мне насколько уж вы хотите хорошо давайте вам дам все свое золото дам 10000 вам дам ладно 12 12000 слушай хорошо с тобой не каши не сваришь давай прусси а точнее австрия наши мой короче начинаете это очень плохо ребята мне это не нравится прусси братуха может может и но мне очень нужна еда ребят ну что же вы делаете-то со мной люди православные да мне хотя бы 4000 еды я тебе дам за это 12000 золота хорошо уже лучше на один ход мы себя обеспечили австрия я готов тебе продать сырья 15000 в обмен на 8000 золота согласились хорошо еще еды еще еды хочу ребятам еще хочу еды у прусси вот тебе 8000 золота дай мне 3000 еды нет у них столько нету очень плохо хорошо британия может все таки ты передумала 8000 золота за 3000 еды это хорошее предложение только сегодня только сейчас ладно хорошо вы сами так решили да будет война да будет битва да останутся пруссия ищет возможности мстинку к нашему оборонительному союзу хорошо пруссия я не против потому что на свою сейчас развалится и мои победоносные войска будут шагать по всей европе бугагашеньки ребята обязательно пишите свои комментарии что я не так делаю что так делаю какие ваши это может видеть не другой о все вот и война для капитании франция и саксония отношения вступили в свою войну ну хорошо бывает 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 и бывает и новый командир готов так ребятки мы приблизились к войне да прольется кровушка их не точнее их кровушка прольется еда 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 нам не хватает как трофическая еды наши люди будут умирать с голоду просто-напросто просто мы будем погибать молодыми но а погибать молодыми мы наверно же с вами будем в следующей серии ребята всем спасибо за просмотр я надеюсь вы поддержите выпуск imperial glory вам всем это очень нравится потому что постоянно многие пишут мне за него и я думаю что мы вернулись и пройдем до конца эту кампанию с вами был росси это был канал роли гейм всем пока до скорых встреч